Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Еще 67 км новой дороги дам старт второму этапу реконструкции трассы М-6 Минс-Гродно между Ивирским и Щучинским районами. Реконструкция вот этой трассы М-6, она очень важна для, в первую очередь, для экономики Гродненской области. Июньская непогода не застала врасплох, а сильным ветром ЧС предупредила белорусов посредством СМС. Во время каникул на работу в Лицком районе этим летом 389 школьников будут трудиться в производственных бригадах. Это труд не тяжелый, так сказать, но ответственный и тем более оплачиваемый. Чтобы детям было интересно, новая форма работы по организации досуга школьников в летний период практикует в Лицком районном центре творчества детей и молодежи. Мне нравится, потому что здесь очень прикольно, интересно. А сейчас подробности этих и других тем. Дорога длиною в 67 километров. Такой объем работ предстоит выполнить дорожникам во время проведения второго этапа реконструкции трассы М-6 Минс-Гродно, старт которому торжественно был дан вчера. Четыре полосы нового асфальтобетонного покрытия уже осенью с следующего года свяжут Ивирский и Щучинский районы. Официальное открытие второго этапа реконструкции трассы М-6 прошло около деревни Старчинята в Ивьевском районе, на 130-м километре автодороги Минск-Гродно. Именно отсюда пойдет отсчет километрам нового дорожного полотна. Финальная же точка будет поставлена на 197-м километре трассы в Щучинском районе. Новая дорога будет соответствовать всем европейским стандартам. В каждом направлении по две полосы. Ширина полотна составит более 22 метров, а толщина асфальта 21 сантиметр. Новшеством станет установка здесь бетонных ограждений на разделительной полосе по типу Нью-Джерси с применением белорусского цемента. Планируется использовать как сборный, так и монолитный вариант такого барьера. Генподрядчик Холдинг Белавтодор ставит перед подрядчиками задачу провести все дорожные работы на трассе М-6 качественно и в срок. Об этом говорил во время торжественной церемонии открытия второго этапа реконструкции трассы М-6 и заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. По проекту мы должны завершить в 2019 году, но поставлена задача главы государства в 2018 году на всем протяжении от Минска до Грозного выполнить, завершить работы и создать комфортные условия для транспортного и транзитного потенциала нашей страны. Если оценивать по качеству и технологии, то у нас достаточный опыт. Мы работаем не только в Беларуси и в России. Я уверен, что строительная компания дорожно-строительная выполнит этот проект срок, и мы получим комфортный участок транспортного движения по международному коридору. На новом участке в 67 километров на дорожных работах будут задействованы около 500 единиц техники и почти тысяча рабочих со всей страны. Будут трудиться здесь и литчане. За участок дороги со 173 по 179 километр на территории Лицкого района отвечают дорожники ДСУ-24. Они же реконструируют и 3 километра трассы в Щучинском районе. Длина участка автодороги Минска-Гродно, проходящего по Лицкому району и подлежащего реконструкции, составляет 50 километров. На нем будет проделан колоссальный объем работ. Уширение путепровода на 168 километре, реконструкция старой развязки у деревни Кинти и возведение новых вблизи деревень Гостиловцы и Циборы. По всей трассе через каждые 12 километров появятся объекты придорожного сервиса, кафе, отели и зоны отдыха. Все это, по мнению региональных властей, с одной стороны сделает маршрут через Беларусь более востребованным, с другой – даст возможность развивать малый и средний бизнес в стране. Реконструкция вот этой трассы М6, она очень важна для, в первую очередь, для экономики Гродненской области. Значит, вот по этой трассе, мы просчитывали, в сутки проходит до 10 тысяч единиц автотранспорта. Причем, это международная трасса, и половина – это международный транспорт. Это грузовые автомобили, которые перевозят грузы, как на восток, так и на запад. Дорога, безусловно, должна быть обустроена, это же не только одно полотно, и заправка, и различные места отдыха. А это все услуги, масса услуг и, естественно, рабочие места. Вот в этом мы заинтересованы и видим перспективу для нашей экономики. Источник финансирования и реконструкции автодороги – кредит Всемирного банка в сумме 250 миллионов долларов. На первом ее участке удалось сократить затраты почти на 100 миллионов долларов. Сэкономленные средства направлены на второй. Для его реконструкции понадобится более 110 миллионов долларов. Целесообразность таких затрат, по мнению главы представительства Всемирного банка в Беларуси, очевидна. По этой дороге будут экспортировать белорусские товары в другие страны по всему миру. Также будут передвигаться зарубежные туристы и инвесторы. И данный коридор является стартовой точкой, куда будут пребывать в Республику Беларусь туристы и инвесторы. И этому очень способствует то, что Беларусь обеспечила пятидневный безвизовый режим, благодаря которому туристы и инвесторы будут пребывать в большом количестве. Оценить всю реконструированную автодорогу водители смогут осенью следующего года. Совершить же поездку по обновленному первому участку трассы М6 можно будет уже в октябре этого. Через четыре месяца планируется завершить реконструкцию, начатую в прошлом году. А это участки с 57 по 130 километр в Воложинском и Ивьевском районах и со 197 по 211 в Щучинском. МЧС оповестила о неблагоприятных погодных явлениях 20 июня с помощью СМС. На мобильные телефоны жителей Гродничины, как и других регионов страны, пришло сообщение «сильный ветер», возможно падение ветхих конструкций и деревьев. Погода вчера действительно показала белорусам свой характер. Местами порывы ветра превышали 20 метров в секунду, шел сильный дождь, а где-то гремели грозы. Из-за непогоды по стране зафиксированы 42 случая падения деревьев, больше всего 19 их упало в Минской области. 11 случаев падения деревьев зарегистрированы в Витебской, в Гродницкой области таких было 4. В Лиде ветки деревьев упали на три автомобиля, припаркованных у 28-го дома по улице Ленинской. Из-за непогоды в некоторых регионах республики было нарушено электроснабжение. В Лидском районе таких аварий не зарегистрировано. Вчерашний ветер в Лиде местные метеорологи не считают сильным, так как его порывы достигали лишь 11 метров в секунду. А вот осадков за вчерашний день в нашем городе выпало 41% декадной нормы. И еще о чрезвычайных ситуациях, только уже на дорогах. За последнюю неделю в Лиде и Лидском районе зарегистрировано 14 ДТП. В одном, как мы уже сообщали, пострадал велосипедист, еще в одном водитель. Последняя авария произошла на улице Машерова. 32-летняя литчанка, находившаяся за рулем Мерседеса, выезжая со двора по улице Коммунистической, по какой-то причине не справилась с управлением и оказалась на встречной полосе, по которой двигался Ниссан. Столкновения избежать не удалось. Водитель японского автомобиля с травмами доставлен в центральную районную больницу. Оба водителя, являющиеся участниками данного ДТП, трезвы. И водитель автомобиля Мерседес, женщина, пояснила, что при выезде на улицу Машерова произошло заклинивание педалей газа, в результате чего она не справилась с управлением и совершила столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Ниссан. В результате данного ДТП водитель автомобиля Ниссан получил легкие телесные повреждения, с которыми госпитализирован в Лидскую ЦРБ. Продолжаем выпуск. В Лидском районе 389 школьников этим летом смогут поработать и заработать. При поддержке отдела содействия занятости населения на базе 15 городских школ, 6 сельских и районного экологического центра детей и молодежи уже организованы или же будут организованы производственные бригады различной направленности. Тему продолжит Ольга Борисевич. Организация у летней период на базе школ вытворчивых бригад для Лидшины не новинка. Такая практика ясная уже давно. Подлетки с 14 до 16 годов на протягу тысяч и двух выконывают певные работы и отримливают зарплату. Выплачивается она со сродков Державного позабюджетного фонду социальной обороны насельництва. Ее финансует набыть материалов для проведения работ. При организации на базе школы вытворчей бригады треба пристримливаться умов отдела содействия занятостей насельництва, який выступает так званым их координатором. Дети могут принимать участие в возрасте от 14 до 16 лет, это одна категория, и от 16 до 18 лет. Это в основном, которая проводится в лицех работе. Перечень работы устанавливается в соответствии с постановлением Министерства труда социальной защиты. В основном работа выполняется по благоустройству территории, ремонту мебели, ремонту помещений. Также проводится пошив постельного белья. С 21-й организованной селита школьной вытворчей бригады больше займается ремонтными работами и доброупорядкованием территории научных установ. Такие уже на протягу 5-ти годов працуют и в 11-й лицкой школе. Администрация каже, это выдатная махчимость для подлетков заработать, а для школы умоцовать материальную базу. Так, селита, дякуючи отделу содействия занятостей, будут заменены крышки стола у шести кабинетов, а школьный кветник зайдя розными фарбами. В вытворчей бригаде 11-й школы 13 юнаков и 7 девочек. И это далеко не все ребята, которые ожидали летом подзарабить. Выбирали лепших, причем обовязково членов БРСМ. Працовный день у подлетков 4-й годины 36 минут. Все работы они выполняют под контролем наставников. Работа вообще не сложная. Меняем крышки столов, идет прополка и помогаем учителям и многое такое-другое. Сейчас вот крышки столов когда заказали. Честно, даже мне сейчас нравится работать тут, потому что сейчас времени много дома. Делать дома нечего, в компьютере как-то сидеть не хочется и захотел приехать сюда. 14 лет есть, паспорт есть, все есть. И очень нравится, честно, здесь. Я подумал, лето большое, почему бы не помочь своей школе сделать новые парты. Мы посмотрели с нашим трудовиком Виктором Михайловичем, что некоторые парты уже в старом состоянии и решили, что можно заменить крышки. Как раз новые заказали и тем более за нашу работу нам заплатят хорошие деньги и почему бы просто не поработать с летом. У 13-й лицкой школе працует ремонтная вытворчая бригада и швейная. У каждой по 10 человек, а пошня один на улицком районе. Да и в попередние годы такие в регионе мало где практиковали. 13-я школа селета пошла на эксперимент. Проделана очень огромная работа. Работали с марта месяца по этому направлению. Изучался спрос, то есть что хотели бы они сделать, как бы, ну, как, можно сказать, получить какое-то удовлетворение от летнего, как бы, получается, отдыха, да, и совместить это с работой. Вот, поэтому решили открыть такую бригаду. Вот, бригада состоит из 10 человек. Это девочки 10-го класса, 9-го и 8-го. В 10-й классах уже такого предмета, как трудовое обучение, нет. Поэтому все навыки, что они приобрели, это с 5-го по 9-й класс. Поэтому многое, конечно, было немножко забыто, но, опять же, дети очень многие посещают кружки, поэтому, как бы, имеют опыт в шитье. Но здесь, как бы, таких вот сложных каких-то операций мы не выполняем. В основном, это изготавливаем постельный ассортимент для группы продленного дня. Працуя швейная вытворчая бригада в кабинете працонного навучания на школьных швейных машинах. А вось тканина для шитя наволочек, простены под колдраников, набыто прозадел саденечания занятостей за сродки Державного позабюджетного фонду социальной обороны насильництва. За день бригада сдает три комплекты постельной биолизны. Обовязки сярод девочинок поделены – одни швачки, другие – подсобные работницы. У роли майстра – наставница працонного навучания. Яна сочетесь за процессом шитя и за техникой беспеки, за относинами до працы и за настроем своих подначаленных. У нас неполный рабочий день, потому что им еще нет 18 лет, поэтому девочки, которые достигли 16 лет, работают 4,5 часа. Возраст с 14 до 16 работают 4 часа. На тварах юных швачек – усмешка, а это значит, працуют яны не с-под палки, а от души и для души. Пришла в эту бригаду, потому что нравится шить и хотелось бы помочь, чтобы в нашей школе, чтобы у младших классов было постельное белье. Я пришла в эту бригаду, потому что дома мне как раз нечем заняться. Ну, а тут подруги, и есть чем заняться всегда. Работает все очень хорошо. Бригада у нас дружная. Это труд не тяжелый, так сказать, но ответственный. И тем более оплачиваемый. Тоже это плюс к нашей работе. За 10 дней працы в школьной вытворчей бригаде подлетки зарубят от 60 до 80 рублев. Это добрая допомога для семьи при подрыхтовке до нового научного года. Если кто-то вы решит потратить эти сроки на что-то иншее, то на урации это будут какие-нибудь непотребные речи, потому что гроши, зарубленные своей працей, на обе что тяжко отдать. Новые формы работы по организации досуга школьников в летний период практикуют в Литском районном центре творчества детей и молодежи. Для ребят, посещающих пришкольные лагеря, сегодня была организована квест-игра под названием «Летние приключения Астерикса и Абеликса». Руководствуясь картой, мальчишки и девчонки путешествовали по маршруту и выполняли различные задания. Мне нравится, потому что здесь очень прикольно, интересно. Мне нравится и доиграй, потому что я смотрела такой мультик. Мне очень нравится, тут весело, интересно, тут много всего можно узнать, поиграть, все очень мне нравится. Надо больше искать, мне очень нравится. Следующая информация для выпускников девятых классов и их родителей. Средняя школа номер 10 города Лиды совместно с руководством отдела внутренних дел Лидского райисполкома проводит набор учащихся в профильный десятый класс правовой направленности. Учащиеся на повышенном уровне смогут изучать предметы, необходимые для поступления в высшее учебное заведение юридического профиля. Зачисления в юридический класс проводятся на основании собеседования. Прием документов осуществляется ежедневно, кроме выходных дней, с 9 до 13 часов в здании средней школы номер 10. Справки по телефонам 60 79 86 и 60 79 87. На завтра по Беларуси синоптики прогнозируют грозы и порывистый ветер, местами до 14 метров в секунду. По Гронинской области днем в отдельных районах тоже ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха не превысит 23 градусов тепла. Такая же погода ожидается в пятницу и субботу. Разыграны очередные пять призов рекламной игры Лидского телевидения «Удачное поздравление». Главная интрига второго тура разрешилась 8 июня в Ашмянском районном центре культуры. Именно там состоялся розыгрыш его призов. Рекламная игра «Удачное поздравление» отправилась в путешествие по Гродненской области. Первая остановка в маршруте – город Ашмяны. Программы Лида ТВ здесь смотрят абоненты интерактивного телевидения зала, поэтому об игре «Удачное поздравление» жители Ашмянщины знают. В розыгрыше ее второго тура участвовали трое жителей этого региона. Собравшиеся в зале районного центра культуры, конечно же, хотели, чтобы их землякам достался хотя бы один приз, но фортуна распорядилась иначе. 0,170 – это Тереза Иосифовна Федорович. Город? Город Ашмяны! Хотелось бы, но Лида. Лида! Все пять победителей второго тура рекламной игры «Удачное поздравление» оказались жителями Лиды. Кстати, в мае поздравлений принятых от литчан и жителей Лидского района было в 2,5 раза больше, чем от жителей других регионов Гродненской области вместе взятых. Заявки были оформлены в пункте приема заявок в Лиде по телефону, через интернет и на почтах. Розыгрыш второго тура рекламной игры «Удачное поздравление» в Ашмянах стал настоящим праздником. Его поддержали творческие коллективы Ашмянского района и звезда белорусского шансона Алексей Ром. Зрители не жалели аплодисментов. Спасибо всем жителям Ашмян. Нас очень удивило дружелюбие, жизнерадостность и, конечно, активность на нашем мероприятии. Стоит отметить, что мы были немножко удивлены тем, что, к сожалению, в этом туре все подарки остались в нашем городе, а не ушли за пределы личной и где-нибудь оказались в других населенных пунктах нашей Гродненской области. Хотелось бы в Ашмянах, чтобы кто-нибудь выиграл. Но мы надеемся на то, что жители этого городка непременно станут обладателями какого-нибудь ценного подарка от нашего телеканала. И мы обязательно их с удовольствием вручим. Еще раз спасибо Ашмянам за теплый прием. Подарком от Лидского телевидения и его партнера, березовского стеклозавода «Неман», стала праздничная викторина, победители которой получили призы. Звоните, играйте, участвуйте. Мне очень понравилось. К сожалению, я очень редко смотрю эту передачу, но в дальнейшем мы будем пользоваться вашими слугами. Большое спасибо. Хорошее настроение. Все на позитиве. В сентябре у нас с шихвостыненько очень много у кого день рождения, поэтому я думаю, обязательно воспользуемся. Спасибо огромное, что вы приехали в наш город. Я очень давно смотрю эту программу. И, пользуясь случаем, хочу поздравить свою маму и своего брата, которые родились в этом прекрасном летнем месяце. Пока одни только собираются заказать музыкальное поздравление на телеканале Лида ТВ, другие уже это сделали, стали победителями рекламной игры «Удачное поздравление» и даже успели забрать свои призы. Наш стеклозавод «Неман» – это лучшая продукция. Известие о выигрыше в рекламной игре «Удачное поздравление» для Тересы Федорович стало приятной неожиданностью. Заказывая в мае поздравления для внука в программе «День варенья», она и подумать не могла, что сама получит в подарок набор изделий из хрусталя от стеклозавода «Неман». Я пришла в гостиницу Лида поздравить своего внучка. Ему исполнилось 10 лет. Девушка, которая принимала у меня заказ на поздравление, посоветовала мне заполнить с обратной стороны заявочки на участие в розыгрыше. «Удачное поздравление». Я сказала, мне никогда не везет, девочки, даже фломастер портить не буду, и ручку, чернила. Но потом все-таки написала. И когда мне позвонили, что я выиграла приз в этом розыгрыше, я была приятно удивлена. Всем жителям Гродинской области советую участвовать в этом розыгрыше и выигрывать. Обрадовал выигрыш во втором туре рекламной игры «Удачное поздравление» и Ольгу Левкевич. Ей достался смартфон от мастерской «Элит-сервис». Удачу женщине принесло поздравление для пятилетней племянницы в программе «День варенья». Вообще не ожидала, что я что-нибудь хоть выиграю. Когда вот позвонили, было волнение, как и сейчас. Ну, так поздравляла много кого, и родителей, и сына, и брата поздравляли. Ну, и вот как бы стало удачливым это поздравление. Хорошо, что у нас есть такая возможность поздравлять на «Литском телевидении» друзей, знакомых, родственников. Ну, будем поздравлять, поздравляли и будем поздравлять. Лучший подарок для родных на любой праздник – музыкальное поздравление на телеканале «Лида-ТВ». В этом уверена Жанета Сенкевич. Подобной услугой «Литского телевидения» она пользуется не один год и утверждает, недовольных среди поздравляемых ею родных еще не было. Это поздравление, которое останется в памяти, и это поздравление, которое может пересмотреть человек в любой удобный для него момент, по ту музыку, которая ему нравится, посмотреть еще раз в кругу семьи. Вот, например, совсем недавно у меня «Осой крови» было вот 80 лет, и мы ее поздравляли. А недавно и было 85. Аналогично мы ее поздравляли и посмотрели как это, так и это. И было очень и очень приятно. Удачу во втором туре рекламной игры «Удачное поздравление» Жанете Сбигневне принес 217-й номер заказа. Он подарил ей сумочку от магазина обуви «Сандаль», которая прекрасно дополнила ее образ. А вот выигрыш Ренаты Патько – стеновая панель от компании «Албика Групп» – будет радовать всю ее семью. Поздравление для папы с днем рождения ей самой преподнесло сюрприз. У папы был день рождения 10 мая. Мы всей семьей решили заказать ему поздравление на телеканале «Лида ТВ». Мы выбрали песню, в которой рассказывается про папу. Подобрались слова, фотографии и заказали поздравление. Это был отличный подарок для папы. Папа был очень рад. Ну и для меня оказался тоже очень хорошим подарком. Мы выиграли стеновую панель от компании «Албика Групп». Когда будем делать ремонт своей кухни, мы будем еще дальше обращаться в эту компанию, чтобы собрать целую кухню. Сделать приятный сюрприз своей бабушке на день рождения в виде музыкального подарка в эфире Лицкого телевидения в мае решила Анжела Гремза. Душевные слова, любимая песня и семейные фотографии растрогали виновницу торжества до слез. Лучше мамы не найти, подруги. Ах, Бог, храни тебя. А внучку этот подарок убедил. Удача ходит рядом. Во втором туре рекламной игры «Удачное поздравление» Анжела Гремза выиграла продукцию от предприятия «Лида Хлебопродукт». Я приехала на телерадиообъединение, выбрала песню, которая мне понравилась, слова, которые тоже подобрала заранее. И потом мы бабушку поехали к бабушке. Все это все вместе с семьей смотрели. Ей было очень приятно. Я и дальше буду заказывать поздравления. И как бы заказывала это не первый раз, уже раньше тоже заказывала. Всем буду советовать. Рекламная игра «Удачное поздравление» продолжает свое путешествие по Гродненской области. Следующий пункт в ее маршруте – Новогрудок. Там 13 июля состоится розыгрыш третьего тура. Тем, кто еще не решился испытать удачу, но хочет это сделать, нужно заказать музыкальное поздравление на телеканале Лида ТВ в июне. На сегодня у меня все. Если вы что-то пропустили, наши материалы доступны для просмотра на сайте tvdefis.lyda.by. Там же можно оформить заявку на музыкальное поздравление в программы Лидского телевидения «День варенья» и ваши поздравления. Воспользуйтесь этой возможностью и сделайте на день рождения или к профессиональному празднику сюрприз родным, друзьям, знакомым и коллегам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok